Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и мы продолжаем серию веб-кастов, посвященных языку Transact SQL в SQL Server 2012. Сегодняшним веб-кастом мы открываем третью группу, которая называется Строковые функции в SQL Server 2012. Она будет состоять из 8 частей и первая часть посвящена двум функциям, это R-Trim и L-Trim. В сегодняшнем веб-касте мы подробно разберем их. Мы продолжаем работать на сервере SQL01, он является рядовым сервером в домене NERV Tokyo 3.jp, на нем установлен SQL Server 2012 в редакции Enterprise с первым сервиспаком английский. Точно так же все представленные в этом веб-касте примеры вы можете проделать и на младших редакциях SQL Server 2012, также они должны работать и на предыдущих версиях SQL Server 2008, 2008 R2, но если хотите 2005. Работать мы будем в базе данных NERV Accounting 2.2, ее вы можете скачать у меня на сайте, там же есть инструкции по ее установке. Что касается сегодняшнего сценария, мы сначала разберемся с функцией L-Trim, затем посмотрим на функцию R-Trim и посмотрим в конце, как их использовать совместно. Что ж, приступим к функции L-Trim. Функция L-Trim позволяет вам удалить из текста пробелы с левой стороны, то есть в начале строки. Работает следующим образом. Оператор Select, указываем функцию L-Trim, в скобочках подается какой-то текст. Аналогично, если вы работаете с колодкой, можете подать колонку из схемы таблицы. Давайте посмотрим на пример. Например, делается выборка из таблицы DBO Product. И как мы знаем, что если в начале названия стоит пробел, а такое частенько попадается при массовом импорте, то сортировки уже не пойдут. В таком случае вам потребуется функция, которая удалит пробелы в начале строки. Это можно сделать при помощи функции L-Trim. Таким образом, перед названием столбца Title поставляем функцию L-Trim и столбец берем в скобочки. Получается, что мы удаляем все пробелы из начала текста. Давайте перейдем на SQL-01 и посмотрим все это на реальном примере в базе данных NERV Accounting 2.2. Запускаем SQL Server Management Studio, подключаемся к нашему экземпляру, создаем новый запрос. Мы будем использовать базу данных NERV Accounting 2.2. Итак, для начала попробуем использовать функцию L-Trim без привязки к таблицам базы данных. Например, есть некоторый текст 3A и вначале у нас стоит несколько пробелов. Но эти пробелы добавим, чтобы было лучше видно. Видим, пробелов стало много. Аналогично этот же текст мы обработаем при помощи функции L-Trim. Задаем функцию L-Trim, заворачиваем текст в скобочку. Как видим, пробелы в начале были удалены. По аналогии, давайте попробуем это сделать с таблицей. По сравнению с базой данных NERV Accounting 2.1, я немножко изменил некоторые поля в таблице Software категории. Выберем сначала из нее все. Так вот. Как видим, появилось поле коммент запомненное. И у нас есть возле операционных систем семейства Windows и возле Linux комментарий OS. Давайте сделаем выборку. Можно использовать ключевое поле. Даже, наверное, не равен, а в 127. Только у оператора IN необходимо указать скобочки. Пробуем. Так. Еще одно. STK. Так тоже, разумеется, работать не будет, потому что K это ключевое слово. Мы подставим фигурные скобки, обозначая, что это поле нашей таблицы. Итак, 1, 2, 7. Как видим, разные комментарии. У нас впереди у комментария OS встречается пробел. Мы будем работать непосредственно в данном случае с полем 1. Поменяем наш запрос. Или давайте просто скопируем его и отредактируем. Правильно, одному. Так как видим, что у нас попадается пробел, в таком примере не очень красиво будет все это смотреться, для того, чтобы пример был немножко красочней. Давайте сократим нашу выборку. Возьмем title и возьмем comment. Такая вот выборка. И наше поле title мы прибавим к тексту и прибавим к полю comment и прибавим еще немножко текст. То, что мы делали в предыдущих вебкастах, и у нас все это легко и просто получается. Смотрите, из-за того, что у нас есть пробелы в поле comment, у нас OS начинается не с начала скобочки, что не очень красиво. Таким образом, добавив сюда функцию L3, заключаем наше поле sc-comment, наш столбец скобочки и получаем Windows Client OS. Ну и для красоты не мешало бы добавить какой-нибудь комментарий к этому полю. Допустим, имя. Окей, пожалуйста, name Windows Client OS. Ну, все красиво, просто, никаких проблем здесь нет. Что ж, я думаю, все понятно. Давайте перейдем к следующему примеру. Следующим мы будем разбирать функцию Rtrim. Rtrim работает аналогичным образом, но уже с правой стороны. R, right. Соответственно, если у вас есть пробелы в конце текста, их тоже можно удалить. Ну вот, пожалуйста, пример. Select Rtrim и подаем какой-то текст. Либо, если хотим, мы можем подавать какую-то колонку. И в этом случае нам нужно будет указать from-схема таблица. Ну, тот же самый пример. Select title from DBO product. Если у нас с правой стороны встречаются пробелы, мы поставляем функцию Rtrim. И эти пробелы автоматически удаляются. Давайте перейдем на SQL01 и попробуем аналогичное действие. Работать мы также будем с таблицей. В нашем случае это будет... Давайте возьмем вот этот замечательный пример. Отлично. Поменяем значение на 2. Смотрите, что получилось. У нас пробелы идут с правой стороны. Таким образом, мы теперь знаем, что для этого нам нужно подставить функцию Rtrim. Открываем скобку. И заключаем наш столбец. Внутрь скобок функции Rtrim. Выполняем, пожалуйста, пробелы справа были удалены. Аналогично более простой пример можно сделать при помощи обычного текста. Например, как мы делали раньше справа. Давайте не 3 пробелы, скажем так. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Да, только здесь уже слева. Делаем такую выборку. Есть она в каком-то виде. Ну и здесь, конечно, не очень красиво будет. Давайте прибавим здесь, скажем так, высотный знак на конце. Видим кучу пробелов. В первом случае мы подставляли функцию Rtrim. Так. Не R, Ltrim. С левой же стороны удаляем. Выключаем скобочки. Все получилось. А в данном случае мы подставим Rtrim. И получится, что с правой стороны, то есть вот эти все пробелы, будут удалены автоматически. Пожалуйста. Высотный знак здесь только для красоты. Что ж, я думаю, этот пример тоже понятен. Здесь все просто и работает по аналогии. Ну и, наконец, третий момент, о котором хотелось бы поговорить. То, что обработанный текст одной из функций Rtrim или Ltrim можно повторно обработать второй функцией. Таким образом, пробелы будут удалены и с левой, и с правой стороны. Ну вот простой пример. Select from схема таблицы некоторой колонки. Сначала у этой колонки в случае нахождения удаляются пробелы с левой стороны. Затем пробелы с правой стороны. Если пробелов нет, то ничего не удаляется. Просто эта колонка остается в неизменном состоянии. Это очень удобно использовать. Давайте попробуем вернуться к нашему примеру. Так. Что же мы сделаем здесь? Перейдем на SQL01. Возьмем какой-нибудь пример. Так. Например, вот этот замечательный пример возьмем. И здесь подставим значение ключа 7, что мы вначале смотрели. Пожалуйста. Стоп. 7. Тут у нас только справа. А2. Тут слева. Ах, да. 7. Только здесь OS. А, стоп. У меня здесь функция L3 уже используется. Я все понять не могу, что не так. Все правильно. Берем седьмое поле. Здесь у нас пробелы есть и с левой, и с правой стороны. Замечательно. Таким образом, сначала мы обработаем это при помощи, допустим, R3. И заключим все в скобочки. Выполняем. Пожалуйста. С правой стороны пробел удалился. После этого обработаем все при помощи L3. И еще одни скобочки. Выполняем. Пожалуйста. Пробелы удалились. Аналогично, если у нас будет использоваться поле 1, 2, 7. В нашем случае. Так. Поправили запрос. 1, 2, 7. Пожалуйста. Все пробелы были удалены. Аналогично, должно работать и в общем-то со всеми остальными значениями. Пожалуйста. Не важно, есть там пробелы, нет там пробелов. Они при нахождении будут удаляться. Что ж. Я думаю, здесь тоже все понятно. Ничего сложного в этом нет. Давайте подведем итоги. Мы познакомились с функцией L3. Познакомились с функцией R3. И попробовали использовать их совместно. Это очень удобно при обработке текстовых данных. Что ж. Это не первый вебкаст. Это уже вебкаст номер 16. Если вас заинтересовало, посмотрите предыдущие. Там тоже много полезной информации. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы и пожелания, присылайте их к ней в почту на lebedefury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге. Также можете найти много материалов у меня на сайте. Ну, а пройти авторизованное обучение поиске L3 2012 вы можете в учебном центре Softline Education. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok